Всех приветствую на своем канале. Есть у меня запрос от Кати Гридневой. Привет тебе, если ты меня смотришь. Вообще был он, кажется, вконтакте и потом в рукописном письме, которое было в обзоре с обезьянкой. В общем, вопрос, запрос был такого типа. Снять видео о своих неловких ситуациях в жизни можно даже несколько частей. Я долго-долго соображал, потому что обычно они, конечно, случаются с каждыми. С каждым, и у меня их, я думаю, довольно много было, но они сначала случаются, потом я, ой, блин, как же так, как с этим жить теперь, что же делать, и чтоб лучше мне это куда провалиться. А потом я про них благополучно забываю, и все. Ну, если потом уже вспоминаю, то чисто так вот поржать. В общем, я сегодня вспомнила ту самую именно комическую такую ситуацию. Получилось как... Сейчас я, партон, протру очочки. Короче, получилось так, что дело было, наверное, может, на третьем или на четвертом курсе педа моего обучения на культурологии. У нас был такой классный препод, кажется, Олег Титов. Не помню отчества в упор. И даже не уверена, что он Олег. Но точно Титов. И, в общем, он вел у нас греческий. Было как-то так, что надо сдавать контрольные. У нас потом у него был зачет. Вообще должен был быть экзамен, но был зачет. Конечно, он, я подозреваю, потом за этот случай на мне и отыгрался на этом зачете. Дело было так. Я беру контрольную свою, чужую, еще что-то там. И мы с Любой идем сдавать, кажется, на кафедру русского ИЦК эту самую контрольную. Я так дверь открываю. Там, значит, открывает дверь. Заходит. А он был такой харастенький. Ну, такой интересненький. И тут, значит, он, кажется, то ли он подстригся на лысо, то ли как-то очень коротко подстригся. В общем, что-то он сменил прическу. Я его совершенно не узнала. Я приняла его мало того, что за студента. Я вообще почему-то решила, что это девушка какая-то. Девушка-девушка. Значит, ну, открывает дверь. Там я здоровую, значит, это... Он, видать, понял, что я его не узнала. Люба в этот момент, женщина, с которой я училась, мы с ней еще общаемся. Она, значит, ну, такая компания у нас была, там, Алиска, Люба и я. Еще Юля. Ну, основная наша четверка такая, квартетик. И она, видать, просекла, что я не понимаю, что это передо мной препод, который мне сдавать контрольную. И она просто улыбалась и ничего не говорит. Потом она говорит, я, говорит, думаю, сказать тебе, не сказать. Ну, я, значит, захожу там, говорю, здравствуйте. Я уж это слово, я не помню, можно ли сдать контрольную по греческому языку. Преподаватель такой, там, имя, отчество, фамилия, значит. На меня смотрят там несколько преподавателей такими глазами. Ибо они-то понимают, что только что передо мной прошло вот это. Ну, у него еще голос такой был специфический. Ну, не то, чтобы высокий. Ну, в общем, такой. У меня он есть на лекциях. Я его писала, ну, в смысле, в аудио, в формате записывала лекции наших преподавателей. И чисто вот подготовка, чтобы к экзаменам, зачетам было. Ну, и, в общем, он у меня где-то есть в этом, в аудио формате. И голос у него такой несколько, наверное, все-таки более высокий. Ну, понятно, что мужчина говорит, но все равно такой специфический. И я, в общем, говорю, прохожу так, это то-се. Меня так спрашивают, кому я говорю, такому-то, такому-то. А что? А вот такое-то, такое-то. Говорит, а положите там, значит, две такие парты. И заодно сзади сидели... Я реально думала, что это студентка с каким-то преподом. А оказалось, что он просто два препода. Они же там обсуждали, значит, и он еще так начинает довольно громко что-то говорить такое по теме. Я думаю, надо же, какая студентка громкая. Ну, я отдаю контрольную, свою еще, любимую еще чью-то. Все там сидят с такими шарами, а я никак не пойму, что такое. Выходим с Любой, и она... Прошли там уже несколько метров, и она как заржет. Говорит, Лёля, ты, говорит, знаешь, кто это был? Я говорю, кто? Ну, я думаю, вот это, говорю, студентка. Она, говорит, это, во-первых, не женщина, во-вторых, это, говорит, мужчина, во-вторых, это, говорит, это наш преподаватель. Короче, у меня был мелкий такой шаг, ну, в общем, тот самый казус, когда вот... Причем я сидела на первой парте. Он сидел, обычно садился как-то так, столы стояли, что он рядом сидел. Он, кстати, очень умный был, он нам втирал по-гречески, но еще попутно про все подряд. И несколько там каких-то иероглифов египетских еще узнал. Я за ним все записывала. Вообще записывала иногда, как в анекдоте, примерно вот так же, что... А вот это лучше не писать, а записали. Ну, и, в общем, он, конечно, потом на зачуте, я подозреваю, именно вот за это за мной, на мне отыгрался. Потому что был еще момент, я как-то его встретила на Ярославле главном. Я кивнула на автопилоте, потому что мне кивнули, но я не врубилась, кто это. Он здесь что-то в таком, каком-то белом прикиде был потом. А, у него был, в общем, какой-то, ну, то ли по уши какая-то, такие полуволнистые волосы. Я вот сейчас примерно вспомнила, как он выглядит у меня. Год назад меня Олеська раскрутила, она сейчас учится там тоже, правда, то ли на Ленингенто, то ли еще на кого-то, ну, в районе этого православия, что-то такое. И она меня раскрутила на книжку. Он издал свой этот учебник греческий. Я помню, что он меня еще троллил, что типа, а, вы нигде не найдете греческий учебник, то все. И я нахожу тогда, у меня еще общалась с девчонкой. С одной она мне все распечатывала. У меня тогда принтер вроде как и был. Ну, часть распечатала я, часть распечатала она. И я, в общем, так получилось, что я нахожу в интернете этот, у меня всегда вот такие преподы. Всегда это как-то немножко, ну, не то, чтобы повоевать, да, там, как студент с преподом может повоевать. Но вот как-то в штыки, вот я, блин, как-то яда не найду. Я нахожу, значит, этот учебник какой-то по-греческому. У меня два тома такие распечатка огромная лежит где-то. Кажется, вот в этом шкафу, где у меня всякие эти запасики косметические. И, значит, распечатываю, привожу ему такой талмуд, который в распечатанном виде довольно тяжелый. И показываю, вот, говорю, я нажала. И он так, не, а как это так? Потом выясняется, что он даже не знал, что такое учебник. Ну, и, в общем, именно вот такие казусы у меня с ним были. В основном, вот это то, что я сейчас помнила, по учебе у меня было. Ну, потом он меня на этом, на зачете-то прогонял. Причем я сдавала у него зачет, он меня усиленно валил. Я была уже уверена, что у нас несколько человек уже завалило, и они к нему приходили передавать не по одному разу, хотя тупо зачет. Не экзамен какой-то там, просто зачет. Прям зачет, не зачет. Что-то по-гречески надо было прочитать, там еще какая-то грамматика, еще, еще, еще. И, насколько я помню, у нас там трое человек вообще писали, я думаю, что это и так, допустим, я думаю, что это знал. И он, в принципе, он довольно умный был мужик. Я думаю, сейчас он не глупый, не, ну, в общем, все такой же умный мужик. Я думаю, он догадывался, что, наверняка знал, что у нас там трое человек на всю группу писало эту контрольную, а все остальные списывали. Ну, и кто-то делал у кого-то какие-то ошибки. Кто-то у меня списывал, сделал свои ошибки, подправил мои ошибки. Короче говоря, он, значит, это все. А у меня, и он мне говорит, что вот там, вот это упражнение не там. Это слово-то не так-то делается, слово-то не так-то делается. А выиграло то, что я записывала в прямом смысле за ним, не только на аудио эти лекции, но еще вот каждую букву. Я так беру тетрадочку, а у нас все пришли там, ну, кто как. И, значит, передо мной там заваливают Юльку. Думаю, сейчас он меня, наверное, завалит. Потому что, наверное, он мне там ничего не поставит, никакого зачета. Муж сидит еще с таким серьезным видом. Вот люди, которые умеют шутить, с серьезным видом. Вот, наверное, тот же самый типаж. И он, значит, сидит и что-то такое мне. Вот это тут неправильно, это тут неправильно. Я так раз-раз по лекциям. Я говорю, знаете, если это тут неправильно, то вот это с ваших слов. И дальше он что-то, я не помню, что такое он мне сказал, но выдает мне зачетку с таким видом, что все, у меня там это неут. Я открываю, а там зачет. Причем, говорит, я уже давно зачет поставил, типа, хотел с вами, что-то такое. Хотел, видимо, хотел отыграться. В общем, я, конечно, я тогда была очень. Я думала, блин, вот полчаса, это не больше мучить студента, если все нормально и все правильно. Зачем вот так? Потом я, конечно, подумала, что, наверное, потому что я приняла его за девушку, да еще и за студентку. Вот такой у меня был казус. Я сейчас пока говорила, в голове стал всплывать еще какой-то казус, и снова уплыл. Я думаю, если он всплывет, так как тут заявка, скажешь в скобочках, что можно в нескольких частях, я думаю, если у меня всплывет еще какой-то казус, то я запишу его на видео. И, кстати, я частично этим же удовлетворяю, вроде как, запрос кого-то там. В комментариях был по поводу моих казус этих происшествий, относительно, когда я училась в Педе. В общем, ну, если вам это было интересно, и вы озелились ее до конца, то я очень рада. Ну и до новых встреч, пока!